Доброе утро, студия! В Евпаторе этот день начался очень бодрый и позитивный, а для этих зрителей мы подготовили кое-что интересное. Мы решили познакомить их с очередным выдающимся Евпаторицем, с человеком с очень необычной профессией, физиогномистом Павлом Заболотным. Павел, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте все! Расскажите, чем вы занимаетесь и в чем суть вашей профессии? Ну, мне повезло, потому что я родился на Дальнем Востоке, потом 12 лет жил в Петербурге и теперь лет 25 живу в Крыму. Поэтому я особенно люблю Крым, потому что здесь нашими зимами можно заниматься творчеством. В общем-то, много чем занимаюсь, поэтому вот три моих книжки, самолеты обожаю. И вот, если непосредственно что такое самое живое, это вот чтение лица, древняя наука, ей около 25 веков. И мне повезло в Питере работать за складом книжного магазина, где я перелопатил кучу литературы, то есть жил там на складе, собрал европейские источники, восточные источники и создал вот такую вот свою систему, которая, в общем-то, и изложил в своей книжке. То есть можно сказать, что вы самоучка? Ну, в определенном смысле, я во Владивостоке учился в университете на журналиста, а знаете, журналист универсальная профессия, поэтому вот так вот получилось. Расскажите основы чтения лица, как распознать, например, ложь? Ой, ну, вы понимаете, есть, если уж так совсем откровенно существует, нужно смотреть в комплексе все-таки. Вот понимаете, вот у меня, например, нос открытый, то есть я, соответственно, и чувства открытые не могу скрывать, потому что нос связан с серединным мозгом. Поэтому людям, вы тоже у нас человек с коротким носом, вот, нам врать сложно, понимаете, если так. Ну, существуют некоторые моменты, там нужно смотреть, например, там линия рта, когда она смыкается, там существует линия, нужно смотреть, чтобы она была ровненькая, либо с изгибом, это изобретательность. Но если какие-то изломы, то это уже повод насторожиться. Расскажите, чем вы занимаетесь, где вы практикуете? Ну, практиковал я, конечно, где еще можно практиковать физиогномисту? На улице, потому что это были 90-е годы, чем я только не занимался, почему я вот и обожаю Крым. Потому что в Питере я, значит, чем только не занимался, и свечки лил, ну, это же были, помните, какие годы, и футболки печатал, календари, ну, очень много чем занимался. Но вот за складом, когда в книжном магазине, там я просто себя, это самый крупный книжный магазин был, Роза Мира он назывался, на Садовой 48, кто в Питере был, он знает, самый большой эзотерический центр с баконистическим отделом на Красноармейской, представляете? То есть это сокровищница была, это просто удивительное место было, где собрались такой коллектив, там, астролог на кассе, хироман в буфете, бабушки какие-то травницы у нас там были, то есть удивительный коллектив, и вот это меня вот, значит, подвинуло. Я, в общем-то, даже никогда и не думал, что буду таким, ну, как я в шутку своим друзьям говорю, чесугад сокращенно, если расшифровывать, честнейший уличный гадатель, понимаете? Потому что, конечно, члены профсоюза, это вот я в Питере стою, видите, напротив Казанского собора, у меня там многие знали там меня, все, и, конечно, я даже, в общем-то, случайно в это все оказался, но отнесся к этому творчески, и даже, честно говоря, я не хотел свою книгу издавать до этого, потому что я понимал, что это знание, оно может быть использовано как в плюс, так и в минус, но мне повезло в каком смысле, что в 98-м году, еще в 98-м году, значит, главное питерское управление МВД, они меня, значит, посмотрели на улице, стоит человек, они меня выдернули и сказали, а ну-ка расскажи, и мне вот, значит, два с половиной часа я им шел от корней волос до подбородка, представляете? То есть, сначала я, конечно, обалдел, потому что там, ну, собралась публика, там все серьезно, знаете, там пропуска, там заранее, режим, и вот они дали мне бумагу, это 98-й год, представляете, сколько лет, я возраст скрываю, понимаете? Вот, и вот это меня как бы немножко помогло, потом мою анкету взял министерский учебник, то есть вот эта анкета, она здесь сжата все, видите, форма лица, линия волос, угол черепа, и ее взял министерский учебник, она потом сначала была в учебнике МВД, потом в МЧС, и меня, конечно, это тоже помогло мне, потому что уже как бы назад не отступать, и вот таким образом я и получился. Сотрудники МВД отреагировали больше, чем положительно, а как реагируют люди на улице, допустим, в Евпатории? Ну, по-разному, потому что, вы понимаете, я сижу молча, вот чем отличается нормальность, значит, от ненормального, ненормальный он зазывает, а я понимаю, что мне придется говорить, там есть некоторые моменты по здоровью, потому что я же опирался на... Поэтому я сижу молча всегда, я сижу молча, да и потом, знаете, откровенно говоря, тощий очкарик в ночное время на наших ночных перекрестках, чтобы, значит, ну, лучше лишний раз никого не звать, не меньше будешь обязан. И у меня практика показывает, что где-то одна треть у меня, одна треть это силовики, ну, это МЧС, это силовики, еще одна треть это медики, потому что они знают, что внутренние органы проецируются вот на ушной раковине, позвоночник. И третья треть это просто влюбленные, которые, значит, хотят повеселиться. Вот так вот. Павел, мы подготовили для вас небольшой блиц, приготовили фотографии и хотели бы, чтобы вы немножечко рассказали о человеке, вот просто глядя, ну, буквально пару предложений. Начнем? Ну, давайте, но дело в том, что я фото, знаете, почему? Здесь-то мы видим что? Ну, здесь мы видим самостоятельный человек, потому что вытянутое лицо, бровь красивая, дугая, это хорошая генетика. Кстати говоря, вот удивительно, ну, здесь мочка уха видна, это потому что, вот я, кстати, по фото даже не люблю работать, потому что фотография, она плоская делает лицо. У меня поэтому и мне пришлось печатать на фотопринтерах Эпсон, чтобы каждая черточка была. Здесь, видите, мы что видим? Лицо человека самостоятельное, потому что разум вертикальная, верхняя часть лица средняя, индивидуальность и челюсть воля в трех, ну, в балансе. Девушка у нас, правда, очень положительная, это наша ведущая. Конечно, волевая, у нее челюсть широкая, ревнивая. Да, здесь мы видим такой более дипломатичный товарищ, потому что у него обтекаемый череп, вместе с тем у него густая бровь, что говорит о том, что предки долгожители. Широко расставленные глаза, что говорит о том, что он любознательный, любопытный. Наружный угоглаза у него вот так немножко опускается, это ранний трезвый взгляд на жизнь. Ну, опять же, круглый кончик носа добрый, челюсть широкая, ревнивая, ровная линия рта, прямолинейный, вот. У него брови срастаются, да? Наверное. Чуть-чуть, любит, чтобы все было, как он хочет, ну, хороший философский череп. Спасибо большое, Павел. Ну, я, знаете, я же, почему я люблю живое лицо, потому что я как пчела, летаю вокруг, смотрю рельеф, линии лба, где они начинаются, где заканчиваются, и поэтому я даже по фотографиям обычно не работаю. Спасибо большое, Стефан, оказывается, ты у нас очень любознательный, добрый и ревнивый. Спасибо.